Субтитры создавал DimaTorzok Государственная телерадиокомпания «Волга» представляет Программа «Будни» Факты, события, комментарии Здравствуйте! Сегодня вторник, 24 августа. В эфире утренняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в выпуске. Руководители многих предприятий, понимая важность вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, организовывают пункты вакцинации непосредственно на территории своих предприятий. Например, такая удобная форма организации вакцинации давно применяется в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения. И сегодня в нашей программе прозвучит репортаж на эту тему, записанный в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения в день проведения здесь очередной вакцинации сотрудников предприятия. Исполняющая обязанности министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева напомнит о действующем в Ульяновской области региональном законе, согласно которому многодетные мамы могут получить звание ветеран труда Ульяновской области. На нескольких особо охраняемых природных территориях и территориях массового отдыха населения Ульяновской области проведены субботники, участниками которых были собраны и выведены десятки мешков мусора. В числе наиболее значимых и известных объектов Пальцинский остров, родник Моришка и Винновская роща. Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области благодарит участников субботников и призывает жителей и гостей региона бережно относиться к окружающей нас природе. В последнее время в различные инстанции поступает немало обращений, в которых граждане требуют компенсацию за причиненный их здоровью вред в результате несчастного случая. На некоторые вопросы по этой теме сегодня ответит старший прокурор гражданско-судебного отдела прокуратуры Ульяновской области Филипп Федечко. А также вас ждет новый выпуск нашей популярной рубрики «Песни из любимых кинофильмов». В Ульяновской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Руководители многих предприятий организовывают пункты вакцинации непосредственно на территории предприятий. Это очень удобно. Сотрудникам не надо тратить время на посещение медицинских учреждений. Наоборот, работники здравоохранения приезжают к ним на работу, и весь процесс вакцинации проходит очень организованно и оперативно, занимая минимум времени. Одним из предприятий, где вакцинация организована именно таким образом, является Ульяновское конструкторское бюро приборостроения. Инженер-программист Александр Кулешов сделал прививку уже обоими компонентами вакцины «Спутник Ви» и о своем решении вакцинироваться сказал так. Решение принял давно, потому что тут не только свое здоровье, тут еще здоровье тех, с кем общаешься. А у нас на работе много и возрастных сотрудников, поэтому это важно в целом. Мы все хотим вернуться к обычной жизни, которая у нас была до 2020 года, а для этого необходимо вакцинироваться. У нас на предприятии организовали выездную вакцинацию, это очень удобно, потому что даже те люди, которые сомневаются, сейчас им это стало проще сделать. Не отрываясь от работы, сделать вакцину и вернуться к обычной жизни. Как вы перенесли прививку? Не было ли каких-то осложнений? Осложнений не было. В первые сутки было легкое недомогание, но все, как доктор говорил. А вторую часть вакцин я перенес хорошо. В тот день врачебный прием на предприятии вела участковый врач-терапевт Мария Масленникова. Мария Руслановна, какую вакцину вы сегодня привезли на предприятие и сколько доз? Спутник ВИД, гамм-ковид-вак, порядка 150 вакцин первого компонента. Какое обследование вы проводите, прежде чем выдать разрешение на прививку от коронавируса? Измеряется артериальное давление, сатурация, температура, собирается анамнез по хроническим заболеваниям. И, исходя из этой информации, я уже делаю заключение, возможно ли допустить пациента к вакцинации. Я обратил внимание на то, что разрешение на вакцинацию получает абсолютное большинство обследуемых. Практически все. В 95% случаев да. А что делать с тем примерно 5% желающим сделать прививку, которым вы по каким-то причинам не выдали разрешение? Временный медотвод даем до консультации узкого специалиста, который уже делал свои заключения. Как часто выявляются какие-то побочные эффекты и как люди переносят последствия вакцинации? Ну, опять же, в 95%, наверное, в 99% случаев переносят легко. Есть какие-то небольшие побочные реакции, характерные для любой вакцинации, в виде повышения температуры тела, общего недомогания. Ну, в течение трех дней все проходит. Генеральный директор акционерного общества Ульяновское конструкторское бюро приборостроения Александр Войт объяснил, почему руководство Ульяновского конструкторского бюро приборостроения решило организовать вакцинацию коллектива непосредственно на предприятии и рассказал о том, как сотрудники предприятия относятся к вакцинации. Одной из важнейших задач на предприятии, я считаю, в условиях пандемии сохранение здоровья коллектива. Мы неоднократно уже приглашали для проведения вакцинации врачей. Вакцинация проходит в нашем медпункте. В принципе, все сотрудники, так как это происходит без отрыва от производства, с удовольствием проходят вакцинацию. В настоящее время на предприятии работает порядка 2800 человек. Порядка 50% коллектива уже прошла вакцинацию. Планируем в ближайшее время довести до 60% вакцинированных на предприятии. Мы приглашаем врачей с лекциями на тему вакцинации на предприятия. На всех совещаниях все руководители рассказывают о вакцинации. Я тоже привился и личным примером показал, что вакцинация важна и нужна в настоящий момент, чтобы не остановить деятельность предприятия. Мы выполняем государственный оборонный заказ и здоровье коллектива, бесперебойная работа коллектива очень важна для нашего предприятия. Поэтому вакцинация считаем одним из важнейших инструментов по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Также мной было принято решение и подписан приказ о материальном стимулировании поощрения работников тех, кто провел вакцинацию. При предоставлении сертификата о вакцинации выплачивается единовременное денежное вознаграждение. Причем независимо, когда это было в начале года, вакцинировать все или сейчас. То есть всем, кто прошел вакцинацию при предъявлении паспорта вакцинированного, выплачивается единовременное денежное вознаграждение. Тема вакцинации будет продолжена завтра в эфире радио государственной телерадио компании «Волга» в программе «Будни». Развеют мифы, опровергнут многочисленные домыслы, представят достоверную информацию и ответят на все вопросы о вакцинации главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Ульяновской области, главный врач регионального центра общественного здоровья Валентина Караулова и заведующая кафедрой педиатрии Института медицины, экологии и физической культуры Ульяновского государственного университета профессор, доктор медицинских наук, иммунолог Ирина Соловьева. Слушайте программу «Будни» в эфире радио государственной телерадио компании «Волга» завтра в 8 часов 20 минут. Программа государственной телерадио компании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. В Ульяновской области в настоящее время действует новый региональный закон, согласно которому многодетные мамы могут получить звание ветеран труда Ульяновской области. Рассказывает исполняющая обязанности министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева. Вступил в силу закон, в рамках которого меняются условия присвоения звания ветеран труда Ульяновской области для многодетных мам. Изменен, в частности, общий трудовой стаж женщины, которая ухаживала за детьми, была в декретном отпуске и так далее. На сегодняшний день 20 лет допустимый стаж трудовой для многодетных мам, что позволяет ей сегодня претендовать на звание ветеран труда Ульяновской области. Этот закон появился не случайно, этот закон появился из-за многочисленных обращений многодетных мамочек, которые в силу обстоятельств занимались самой главной работой в своей жизни, это рожали и воспитывали ребятишек, общий стаж не набирался для присвоения звания ветеран труда. Мы его снизили и на сегодняшний день мамочки могут подавать документы на присвоение звания ветеран труда Ульяновской области. С законом о ветеранах труда Ульяновской области установлен целый перечень льгот, которыми теперь сможет воспользоваться многодетная мамочка. В первую очередь это, конечно, оплата ЖКУ, это снижение налога на имущество, это пользование городским телефоном и общедомовой антенной, и возможность приобретения социального проездного билета на городской транспорт, как межрегиональный и межрайонный. Вот такие льготы, которыми можно воспользоваться, имея статус ветеран труда Ульяновской области. В течение нынешнего лета в Ульяновской области проводятся субботники по очистке объектов природы от мусора. Информация о них регулярно поступает из Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области. Расскажу лишь о нескольких самых свежих примерах. В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путином, сотрудниками Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области с участием представителей средств массовой информации, был проведен субботник по уборке территории на Пальцинском острове. Общими усилиями было собрано семь мешков мусора. Кстати, участники субботника отметили, что по сравнению с прошлыми годами посетители острова стали оставлять после себя мусора значительно меньше. Это означает, что агитация за сохранение экологической чистоты природы все-таки действует. Кроме того, за состоянием острова, как особо охраняемой природной территорией, следят арендаторы, которые регулярно вывозят с острова оставляемый отдыхающими мусор. Напомню, что Пальцинский остров площадью 41 гектар находится примерно посредине Куйбышевского водохранилища. В ясную погоду он хорошо просматривается с обоих берегов города Ульяновска. На острове произрастает около 100 видов растений, некоторые из них включены в список охраняемых. Также на острове гнездятся 18 видов птиц, среди них кулик сорока, внесенный в Красную книгу Ульяновской области. Спустя несколько дней после субботника на Пальцинском острове была благоустроена и очищена от мусора особо охраняемая природная территория вокруг родника Маришка. Решение о проведении здесь субботника было принято после поступившего от местного жителя обращения с жалобой на большое количество мусора, скопившегося на территории родника. Усилиями сотрудников Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ульяновской области, органов власти города Ульяновска и неравнодушных местных жителей было собрано 13 мешков мусора. Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области благодарит всех участников субботника за труд и надеется, что отдыхающие сохранят родник и территорию вокруг него в чистом благоустроенном виде. Еще одна акция по уборке накопившегося мусора была проведена на особо охраняемой природной территории Винновская роща в железнодорожном районе города Ульяновска. Здесь было собрано и вывезено 30 мешков отходов. Особое внимание участников субботника было уделено территории вокруг родника Сахарный. Напомню, что благодаря государственной программе охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов Ульяновской области в этом году родник Сахарный будет благоустроен. В своем комментарии исполняющая обязанности Министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина пояснила, что летом этого года данный памятник природы прошел инвентаризацию. Ученые провели исследование. Сейчас данные обрабатываются и по результатам исследований будет дана оценка сохранности памятника природы и рекомендации по совершенствованию охранных мер. Необходимо еще отметить, что в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», являющегося составной частью уже упоминавшегося сегодня национального проекта «Экология», запланирована расчистка нефтяного загрязнения на территории Винновской рощи. В настоящее время разработан проект рекультивации. Он проходит экспертизу. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. В эфире радио государственной телерадиокомпании «Волга» начинает выходить новая радиопередача под названием «Прокуратура актуальной комментарии». В ней сотрудники органов прокуратуры будут комментировать нормы и требования различных законодательных актов, а также давать рекомендации, как правильно с юридической точки зрения вести себя в той или иной ситуации. Так, например, сегодня, в первом выпуске передачи «Прокуратура актуальный комментарий» пойдет речь о компенсациях за причиненный вред здоровью в результате различных несчастных случаев. Подобных обращений от граждан поступает немало, говорит старший прокурор гражданско-судебного отдела прокуратуры Ульяновской области Филипп Федечко. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здесь речь пойдет о компенсации вреда, связанного с несчастными случаями. К примеру, это могут быть дорожно-транспортные происшествия, либо же иные случаи. Но здесь необходимо отметить, что роль прокурора, она безусловно значительна, поскольку такие дела являются преобладающими в практике участия прокурора, где прокурор вступает в процесс для отдачи заключения. И вот буквально несколько слов непосредственно о том, какое же значение имеет прокурор для рассмотрения этих дел судом. Во-первых, необходимо отметить, что прокурор в данном случае выступает независимой стороной в ходе рассмотрения этого дела, и он не связан позицией ни истца, ни ответчика, ни каких-либо заинтересованных сторон третьих лиц и так далее. Прокурор в данном случае дает заключение и ориентирует суд на вынесение того или иного решения. При этом необходимо отметить также, что суд, в свою очередь, не связан с позицией прокурора. Для граждан это, безусловно, имеет значение, поскольку прокурор является своего рода гарантом вынесения судом законного решения. И бывают такие случаи, когда суды также допускают ошибки в соблюдении норм материального либо процессуального права, и прокурор, как сторона, обладает полномочиями по оспариванию таких судебных решений в вышестоящей инстанции. А почему эта тема имеет значение для многих людей? Поскольку мы постоянно сталкиваемся с многочисленными дорожными транспортными происшествиями, выявляются и несчастные случаи на производстве, бывают и конфликтные ситуации между гражданами. Мы можем наблюдать, к примеру, в зимний период, когда управляющая компания ненадлежащим образом исполняет свои полномочия по содержанию имущества многоквартирных жилых домов. И мы видим, как падают сосульки, падают они и на граждан, причиняют вред здоровью. И как раз все вот это, это основание для граждан обратиться в суд с иском. Но есть несколько нюансов, есть специфика рассмотрения таких дел. Вот как раз об этом хотелось бы поговорить и довести до граждан определенные нюансы рассмотрения таких дел, чтобы граждане были в курсе и знали, что нужно предпринять, как не оказаться в ситуации, когда, казалось бы, есть все основания для удовлетворения иска, но суд отказывает и зачастую законно отказывает. Вот чтобы это предотвратить, конечно, хотелось бы поделиться опытом с гражданами. И с чего мы с вами начнем? Я предлагаю с дорожно-транспортных происшествий. Да, как раз дорожно-транспортные происшествия – это та категория, условная категория в рамках нашей темы, которая составляет преобладающее количество дел, связанных с компенсацией морального вреда, связанных с причинением вреда здоровью. Здесь действительно есть пара нюансов. Во-первых, нужно руководствоваться чем? Владелец источника повышенной опасности, в данном случае транспортного средства, вне зависимости от виновного либо невиновного поведения, несет ответственность. Это позиция Верховного Суда и это сложившаяся судебная практика, это в том числе и требования законодательства. Таким образом, даже если водитель транспортного средства фактически не виноват в дорожно-транспортном происшествии, но тем не менее, как владелец источника повышенной опасности, он должен и несет ответственность. Вы имеете в виду ответственность за нанесение вреда здоровью пострадавшему? Да, конечно. Конечно, также нужно отметить, есть несколько исключений. Нужно что понимать? В суде, если водитель докажет, что указанное дорожно-транспортное происшествие произошло по независимым ни от кого обстоятельствам, то в данном случае суд может его освободить из ответственности. Но на практике таких ситуаций очень мало. Как правило, бывает такое, что пешеход переходит дорогу в неположенном месте, водитель, как потом показывает экспертиза, не имел технической возможности избежать столкновения, но столкновение произошло и причинен вред здоровью. И вот в этом случае все равно водитель несет ответственность. Если мы будем говорить о том, каков же все-таки размер компенсации вреда здоровью, то здесь четкого ответа на этот вопрос нет. Все будет зависеть от степени вины самого пешехода. Также это степень тяжести вреда причиненного здоровью. Ну и, разумеется, последствия. Также судом учитывается и материальное положение как виновника ДТП или же водителя, причинителя вреда здоровью и иные обстоятельства. Но что еще необходимо отметить? Бывают ситуации, когда виновником ДТП, дорожно-транспортного происшествия, является водитель, который на момент ДТП выполнял трудовые обязанности. К примеру, он водитель в транспортной компании, либо же он работает в доставке, что-то доставляет. То есть, он выполняет функции работника. И вот в этом случае ответственность несет работодатель. Интересно. И такие ситуации мы часто сталкиваемся, когда недобросовестные работодатели пытаются скрыть факт того, что в данный момент работник с ним находился в трудовых отношениях, и тем самым... Переложить ответственность на водителя. Да, да, да. Но, безусловно, это действия, которые незаконны, и они, в свою очередь, могут повлечь самые серьезные последствия вплоть до уголовной ответственности, поскольку... Уже работодатели. Безусловно, поскольку, чтобы это сделать, работодатели бывают фальсифицируют доказательства, что-то скрывают и так далее, а это, как мы знаем, чревато. Это еще больше утяжеляет степень их вины. Да, конечно. В итоге все сводится к тому, что необходимо... Это мое личное, конечно, пожелание, и я, как работник прокуратуры, также ориентирую граждан, вас, уважаемые водители, вас, уважаемые пешеходы, соблюдать требования и правила безопасности дорожного движения, и быть аккуратным, и даже повышенную внимательность, что ли, проявлять, потому что мы видим рост ДТП, рост ДТП с несовершеннолетними детьми. Хочется сказать и родителям, чтобы они были более внимательны к детям, разъясняли им. Мы, в свою очередь, тоже эту работу проводим. Вот в целом, что касается вот этой вот категории ДТП. Полностью беседу со старшим прокурором гражданско-судебного отдела прокуратуры Ульяновской области Филиппом Федечко об особенностях защиты своих прав гражданами при обращениях с целью получить компенсацию за причиненный вред здоровью в результате несчастного случая слушайте сегодня в вечерней программе радио государственной телерадио компании «Волга» прокуратура «Актуальный комментарий». В этом же выпуске новой программы прозвучит и репортаж о встрече с журналистами прокурора Ульяновской области Андрея Теребунова. Напоминаю о том, что радиопередача «Прокуратура Актуальный комментарий» прозвучит в вечернем эфире радио государственной телерадио компании «Волга» сегодня в 19 часов 20 минут. Утреннюю программу радио государственной телерадио компании «Волга» продолжает наша популярная рубрика «Песни из любимых кинофильмов». «Песни из любимых кинофильмов». «Д'Артаньян и три мушкетера». Советский трехсерийный музыкальный приключенческий телефильм по роману Александра Дюма отца «Три мушкетера», снятый в 1978 году на Одесской киностудии известным режиссером Георгием Юнгвальд Хелькевичем. Идея фильма зародилась вовсе не на студии творческого объединения «Экран», а в Театре юного зрителя. Случилось это в 1974 году, задолго до экранизации. Три человека – сценарист Марк Розовский, режиссер Сандро Товстоногов и поэт Юрий Ряшенцев – решили взглянуть на приключения мушкетеров с современной и несколько ироничной точки зрения. Значительную роль в будущем спектакле должны были сыграть песни. Розовский ужал роман Дюма до трех актов, Ряшенцев написал тексты песен, а на роль композитора пригласили Максима Дунаевского. В то время он работал руководителем студии в студенческом театре МГУ «Наш дом». Поэтому, когда режиссер Георгий Юнгвальд Хелькевич подал заявку на экранизацию трех мушкетеров, ему посоветовали обратить внимание на успешную тюзовскую постановку. Мол, почему бы не взять ее сценарий за основу? Так музыкальный спектакль стал преображаться в музыкальный фильм. Розовский превратил три акта в три серии, а Ряшенцев и Дунаевский написали для фильма несколько новых песен. Премьера фильма предполагалась уже в конце 1978 года, но из-за конфликта режиссера Георгия Юнгвальд Хелькевича с автором сценарием Марком Розовским и автором текстов песен Юрием Ряшенцевым, картина год пролежала на полке. Юнгвальд Хелькевич без веда Морозовского внес значительные изменения в сценарий, а также уговорил Вениамина Смехова написать другой текст к песне «Миледи», что не было обозначено в титрах фильма. Авторы подали иск в суд на режиссера. В результате картина вышла на экраны только в конце 1979 года. Изначально Михаил Боярский должен был исполнять роль графа Рашфора, но однажды он опоздал на репетицию. И когда Михаил Боярский, запыхавшийся в суматохе и спешке, ворвался на съемочную площадку, перед режиссером предстала такая эффектная картина, что он сразу же определил кандидатуру на главную роль. Ввиду того, что на роль Д'Артаньяна уже был утвержден Александр Абдулов, сначала Юнгвальд Хелькевич предложил Боярскому на выбор сыграть Атоса или Арамиса, а уже потом, благодаря ходатайству композитора Максима Дунаевского, доверил роль Д'Артаньяна, так как Абдулов все-таки не справлялся с музыкальным материалом. А Игорь Старыгин попал в картину на роль Арамиса уже по рекомендации самого Боярского, который увидел его в фильме «Доживем до понедельника». На роль кардинала Ришелье планировался Михаил Казаков, а Александр Трофимов должен был играть эпизодическую роль английского фанатика Фелтона. На кинопробах в Одессе Борис Клюев, который был кандидатом на роль Рашфора, попросил Трофимова подыграть ему в его сцене диалога с кардиналом. Когда тот стал читать текст Ришелье, Юнг Вальхелькевич тут же утвердил Трофимова на роль кардинала, которая стала одной из ярких в фильме. А Казаков впоследствии озвучил Ришелье, сыгранного Трофимовым. На роль Атоса пробовался Юрий Соломин. Затем в роли Атоса должен был сниматься Василий Ливанов. Но режиссер Юнг Вальхелькевич однажды в театре на Таганке увидел в роли Воланда Вениамина Смехова и не раздумывая предложил ему стать Атосом. На роль Портоса пробовался Георгий Мартиросян. В итоге он сыграл одного из гвардейцев кардинала. Однако, по утверждению режиссера, он заранее знал, что Портоса будет играть Смирницкий. На первых порах актеру делали накладной живот, пока Смирницкий сам не набрал нужный для съемок вес. Роль Миледи должна была исполнять Елена Славей, но она не смогла сниматься из-за беременности. Тогда режиссеру Георгию Юнг Вальхелькевичу пришлось обратиться к Маргарите Тереховой. В одном из интервью Маргарита Борисовна поведала, что все съемки мушкетеров провела в седле. Это не так. За нее скакала профессиональная всадница-каскадер Лариса Джаркас. На роль Констанции сначала была утверждена Евгения Симонова, пробовалась также Наталья Варлей. Но режиссеру пришлось взять Ирину Алферову, поскольку вышестоящее начальство навязало ему эту актрису и только с ее участием дозволяло участие Михаила Боярского. Из солидарности с Евгением Симоновой Игорь Костолевский отказался от роли герцога Бекингема, на которую был утвержден. Тогда композитор Максим Дунаевский порекомендовал режиссеру на роль герцога Бекингема взять Алексея Кузнецова, с которым в те годы очень дружил. Алексей Кузнецов для того, чтобы сделать роль Бекингема более яркой, придумал слегка гротесную манеру игры, такой легкий английский акцент и проскальзывающие английские фразы, перевести которые на русский язык способен, наверное, любой зритель, изучавший английский язык в школе. Помните, например, как он считал алмазные подвески от 1 до 12? Всю инструментальную музыку для фильма записал ансамбль «Фестиваль». В фильме звучит 24 песни, написанные композитором Максимом Дунаевским на стихи Юрия Ряшенцева. Почти все их исполняют сами актеры – Михаил Боярский, Борис Клюев, Лев Дуров, Алиса Фрейнлих, Александр Трофимов, Алексей Кузнецов, Маргарита Терехова. А вот «Партией Констанции» и «Служанки Кэтти» исполнила актриса Ленинградского театра музыкальной комедии Елена Дриацкая. Ее голос хорошо известен телезрителям по фильмам «Труфальдино из Бергамо» и «Собака на сене». Более того, в фильме «Труфальдино из Бергамо» она же сама и сыграла роль кларича, так что и внешне мы ее хорошо знаем. Балладу «Атоса» есть в графском парке «Черный пруд» спел Вячеслав Назаров, тромбонист из оркестра Олега Лунстрыма. За Игоря Старыгина поет Владимир Чуйкин. Песенку о шпионах кардинала исполнил сам сценарист Марк Розовский, а балладу «Де Тревилля» солист ансамбля «Коробейники» Александр Левшин. Но самая исполняемая песня фильма – это, конечно же, песня «Мушкетеров». Заказ на такой хит композитор получил от режиссера. Ритм должен был определять стук копыт. Эта песня должна нравиться всем, и чтобы каждый мог ее легко спеть. За образец режиссер предложил взять песенку из американской комедии «Три мушкетера», написанную еще в 1930-е годы Самуилом Покрасом. Там был некий напев «Авари-вари-вари», который в руках Ряшенцева преобразился в знаменитое «Пора-пора-порадуемся». По словам Дунаевского, творческое воодушевление было так велико, что мелодию он сочинил всего за 15 минут и сразу понял, что это стопроцентный хит. Поэт Юрий Ряшенцев вспоминал, что слова он написал на спор с Марком Розовским. Марк Розовский сказал, что песня «Когда твой друг в крови», конечно же, замечательная, но это все для интеллигенции. А слабо тебе написать такую песню, чтоб ее и в кабаке запели. Через пять минут Ряшенцев сочинил «Пора-пора-порадуемся». А для Михаила Боярского эта песня стала настоящей визитной карточкой. В фильме песню исполняют Михаил Боярский и участники вокально-инструментального ансамбля «Коробейники» Владимир Чуйкин, Александр Левшин и Александр Попов. Этот вариант мы сейчас и послушаем. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем «Мерси-боку». Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора-пора-пора-порадуемся на своем веку, Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем «Мерси-боку». Нужны Парижу деньги, цель-ави! А рыцари ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора-пора-пора-пора, радуемся на своем веку, Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем «Мерси-боку». «Мерси-боку»! Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем «Мерси-боку». В судьбе не раз шепнем В судьбе не раз шепнем В судьбе шепнем Мерси богу Мерси богу Вы слушаете утреннюю программу радио Государственной телерадиокомпании «Волга» Я, журналист Евгений Слюняев Желаю вам крепкого здоровья И хорошего настроения Всего вам самого доброго До свидания